Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я посвящаю ароматам с нотой лилии. Я обожаю лилии, люблю, когда у меня дома букеты лилии, люблю лилию в парфюмерии, люблю ее дурманище, обволакивающий, такой вот всепоглощающий аромат. Иногда, вплоть до головной боли, он может вас довести, но мне, я не против, я не против, обожаю. Обожаю, когда, знаете, у тебя дома букет лилии, ты приходишь, открываешь дверь уже с порога, ты чувствуешь вот этот вот благоухание, вот этот запах божественный, потрясающий, заполняющий собой все пространство. В этом видео я вам покажу свои лилии, свои ароматы с нотами лилии, которые у меня есть в моей коллекции, а также расскажу о тех, которых у меня нет. Надеюсь, пока, и когда-нибудь они у меня появятся. Давайте начнем. Начну я, наверное, с лилии, ну давайте, с самой, которая вот такая вот прям желанная, она самая-самая желанная, у меня ее еще пока нет, увы, ах, но я надеюсь, появится. Лилаба и их лис 41, да, лис 41, вот у меня пробирка, половина пустая. Я буквально на днях ею надушилась и просто потеряла голову, я потеряла голову, я потеряла равновесие. Мне как раз пришла посылка, я вышла к курьеру на улицу, нам нужно сейчас выходить, нам не приносят к квартире, ну вот прям вот так. Нужно выходить и получать посылку. И вот я пока шла, знаете, вот эта вот первая волна вот этого аромата, ну она меня просто поразила. Это, ну это так красиво, это просто необыкновенно, это нереальная красота. Какой-то вот прям вот, ну она вас окрыляет. Вот этот аромат лис 41 от Лилаба, он вот реально меня окрылил. Я не могла им надышаться, уже придя домой, получив посылку, потом мы пошли по делам, что-то там, ну в общем, заботы, заботы закружили. Но я постоянно мысленно возвращалась вот к нему. Он вот пел, он пел на моей коже, пел какие-то невероятные серенады, ну вплоть до того, что я думала на следующий день пойду и все, уже куплю. Но у нас были другие планы немножко, но я ее обязательно куплю, потому что, ну слушайте, ребята, это одна из самых красивых лилий, которую я вообще когда-либо обоняла. Это королевская лилия, белоснежная, звонкая, душистая, знаете, окруженная другими цветами тоже, не знаю какими, но вот немножко сладковатая, немножечко колючая, переменчивая. Переменчивая, как, ну как, наверное, любой характер, как любая личность. Вот этот аромат, ну его смело можно назвать личностью. Он потрясающий, он потрясающий, красивый, очень стойкий, невероятно шлейфовый. Я не знаю, что еще сказать, потому что это шедевр. Лиз фути ванут лилаба, хочу, не могу, чуть-чуть медовая. Знаете, я вот сейчас опять понюхала из пробирки, когда только-только я ее нанесла, да, свежая, вот прям такая хрустящая белоснежная лилия. Потом она немножечко уходит куда-то, такую сладость, но сладость такую цветочную, пыльцовую и чуть-чуть меда. Очень красивая, очень. Ребята, это просто шедевр. И это шедевр, это нужно, нужно всем хотя бы понюхать, кто любит лилии, конечно же. Следующая лилия, которой у меня тоже нет, от которой я бы тоже не отказалась, но знаете, если пропорционально, это вот 70 против, 30 за. Ну то есть можно, можно, можно заиметь, а можно и как бы обойтись. Это аромат от Dias & Durga, и называется он White Peacock Lily. И там в описании у них идет очень милое такое описание, насколько я помню, на английском, что это вот такой сад, и по нему ходят павлины, и вот везде вот эти лилии. Аромат вот этих лилий, да, по-моему так, если я не ошибаюсь. Красивая, красивая, но по сравнению, например, с Лилаба не такая яркая. Вообще аромат более, более такой сладкий, более десертный и акватический. Вот он уходит в базе реально в акватику. Не думаю, что это мой вариант, как бы вот так вот, если, ну если рассуждать, да, если бы, например, выбрать, я бы, наверное, больше выбрала Rose Atlantic от того же Dias & Durga, тоже акватическая, тоже такая цветочная. Ну вот, если мы говорим про историю с лилией, не знаю, начало классное, начало там у него такой сладковатый цветок лилии в каком-то таком красивом десерте сливочном, таком припудренном, да, а потом это все уходит в акватику. Неплохая стойкость, не знаю про шлейф, пробовала ее раза три, наверное, в магазине, часто проходила, помню, по работе, бывала, пробовала, честно, признаюсь, так как обожаю лилию. Ну вот, знаете, если до сих пор ее не приобрела, наверное, и не надо. Но интересный, интересный вариант, очень необычная подача, то есть идет сначала такая десертная тема, а потом уходит в акватику. Такую, причем, ну, практически, ну, не свежачок, но вот есть что-то такое вот свежее. Интересный, интересный, очень интересный вариант. Следующий уже покажу из того, что у меня есть, дальше опять перейдем, чего у меня нет, наркотик Винус. Ну, естественно, ну, куда без него. Назомата, наркотик Винус, наркотическая Венера, наркотик Ви. Здесь вообще хор белых цветов, я уже сто раз говорила про этот аромат, не буду на нем долго задерживаться. Это королевский белоцветочный аромат. Самый громкий, самый шлейфовый, самый привлекающий внимание, самый вот прям, ну, знаете, бьет наотмашь. То есть, если вы ищете букет белых цветов, обратите на него внимание. На него или на его собрата, не стопроцентные, конечно, копии, но похожий, похожий вариант. Это Майкл Корс, Майкл, тоже очень похож, но это, конечно, круче. Это круче, но тема та же, тема та же, белые цветы, что тут у нас, и туберозы, и лилия, и жасмин, и магнолия, и гардени, все вообще. Очень красивый, очень-очень-очень красивый. Невероятно стойкий, невероятно шлейфовый, и невероятно, знаете, экономный. То есть, здесь 30 мл, но так как это чистый парфюм, экстракт парфюма, вот этому вот, например, малышу уже сколько, 3-4 года, наверное, 3 все-таки, может, 2, нет, 3. И вот посмотрите, сколько я израсходовала, и мне это еще на много лет хватит, потому что нужно прям совсем-совсем немножко. Так, дальше идем. Вот здесь неожиданно, я посмотрела по нотам, есть лилия, но я ее, честно говоря, не чувствую особенно. Дюна от Кристиан Диор. В пирамиде заявлена лилия. Вот когда ты знаешь, что там лилия, вот даже сейчас, ну это, вы знаете, такой эффект. Я вдыхаю аромат, да, что-то есть, что-то есть от лилии. Может быть, да, вот у меня пазл сложился как-то, потому что я никогда не разбирала дюну на ноты. Для меня это просто аромат легенда, аромат совершенства, аромат вот просто какой-то, ну, невероятный, мой якорь и так далее. Мне не хотелось углубляться, что там, какие ноты. Горячий, такой страстный, летний, пустынный, знаете, как горячий воздух пустынь. Вот она всегда для меня такой какой-то была, в силу рекламы, может быть, в силу каких-то моих эмоций, переживаний. Ну, честно говоря, да, лилия здесь есть, такая лилия, знаете, как в уходовой такой дорогой косметике, как в уходовом, например, дорогой-дорогой такой кусок мыла, такого прям люкса. Ну, вот если дюна была бы мылом, да, аромат дюн, наверняка есть мыло, то оно, да, наверное, пахло бы очень красиво, и лилия звучала бы сильнее, скажем так. Но, тем не менее, да, лилия здесь есть, я ее не очень хорошо различаю в этом аромате, но, тем не менее, да. Я просто помню, мне несколько человек писало, а вы чувствуете ноту лилии в дюне, чувствуете? Я не очень хорошо чувствую, но для обзора я считаю обязательным сказать, что да, лилия присутствует, но на мой нос она не такая яркая, как, допустим, другие какие-то ноты. Но, повторюсь, для меня дюна это вот какой-то просто, ну, совершенство, законченная такая вот картина. То есть ее не хочется, вот я ее воспринимаю цельно очень, и не хочу ни в коем случае ее вот как-то вот вычленять из нее какие-то отдельные куски и над ними думать. Как-то так. Следующий аромат, который я очень люблю, это Arpège от Lanvin. Вот у меня вот такой есть, которым я пользуюсь. И еще есть два запаса в коробочках, которыми я еще не начала пользоваться. Это миниатюры по 5 мл, и они винтажные, это не современные миниатюры. У меня был Arpège современной версии, черном в таком флаконе. Я его продала, честно говоря. Мне он, после того, как я познакомилась с версией винтажной, ну, это небо и земля, ребята, это небо и земля. Этот настолько наполненный, настолько, ну, просто вы теряете голову. Если вы любите белые цветы, если вы любите вот прям, чтобы они вас захлестнули, накрыли вот этой белоснежной цветочной волной, вот этой негой, это и современная версия. Вообще два совершенно разных аромата. Современная версия неплохая. Но если вы попробуете вот это, вы, конечно же, предпочтете винтаж. Ну что, здесь лилия, конечно же, здесь очень красивая лилия, здесь очень красивый жасмин. А немного, ну как, по-разному бывает, смотря от погоды, смотря от температуры, смотря от вашего какого-то, ваших переживаний, иногда очень индольный аромат. В жару, например, когда вы много двигаетесь. У меня так бывает, знаете, если я сижу там, что-то делаю, там, пишу или тихонечко себе рисую, и все нормально. Но если я вот пойду, например, ну, представим, представим, я пойду в зал заниматься, например, или на пробежку вот в этом аромате, это будет просто фулон, фулон. Это будет не очень хорошо. Но, тем не менее, лилия здесь потрясающе жирная, белоснежная, такая вот прям, знаете, маслянистая, сливочная, роскошнейшая, белоснежная, повторюсь, лилия. Арпеж, ланван, ланван это просто вот шедевр. Шедевр, но, опять-таки, винтаж, только винтаж. В современной он более мыльный, более такой уходовый, более сглаженный, более занеженный. Ну, тоже неплохой. Ну, если есть возможность сравнить, сравните. Я всегда за сравнить. Так, следующий аромат. Так, следующий аромат. Ну, давайте, Фредерик Маль и его лилия. Фредерик Маль и его лилия, знаете, я, конечно же, не отказалась бы от нее, но если выбирать между лилией Лилаб и Фредерик Маль, я, опять-таки, выберу Лилаба. Почему? Потому что аромат от Фредерик Маля с его лилией, он очень морской, он соленый, он такой, знаете, дух побережья. Это вот все, знаете, острова Греция, например, да, вот что-то такое. И вы вот в этой вот абсолютно погружении, вот в этот вот островной мир, островной мир с этими благоухающими цветами, с, как их зовут-то, господи, стрекочет, с цикадами, птички, все, вот этот вот звон в ушах, вот этот вот аромат. Вот аромат вот этих вот лилий именно таких у побережья, которые у побережья, у моря. Не знаю, у меня есть похожий аромат, ну, на мой взгляд, он чем-то похож, да. Поэтому я не думаю, что эта лилия вот сейчас прям мне нужна, но, тем не менее, это совершенство. Это очень красиво скроенная лилия с щепоткой соли, с морским бризом, вот с этим воздухом. Такой, знаете, вот флакон, да, вот этой лилии Фредерик Маль, это вот в нем запечатан весь, вся соль побережья, вся соль вот этой вот экзотики. Да, если вы там живете, да, ну, как бы для вас это не экзотика, но если вы там приезжаете куда-то отдохнуть в Греции или еще куда-то, конечно же, вы поэтому скучаете, вы жаждете, жаждете вот этого духа. Поэтому, если так, то, конечно, этот аромат будет прям решающим, этот момент, пункт будет решающим. Так, следующий аромат, это, ну, давайте, похожий, вот, который я говорю, это Блондин от Фросай. Для меня он тоже с солью, для меня он тоже такой, немножечко морской. Ой, боже, какой он красивый. Это моя новинка, и я, вот, не могу нарадоваться, не могу нарадоваться, купила вслепую и дико счастлива, дико рада, дико счастлива. Очень необычная лилия за счет, да, там есть соль, но там есть нота карамели, во-первых, она, именно карамель такая, знаете, как помадка. Я люблю вот эти помадки, я уже, по-моему, говорила в каком-то видео, в России были раньше такие помадки, в таких коробочках продавались маленьких, такие закрученные, как розочки. Боже, как я люблю эти помадки, и сейчас бы вот, ну, нету их здесь, у них нету здесь, но, тем не менее, вот эта вот помадка там, там соль, и там вот просто охапка белоснежных лилий, которые уже все распустились, на которых уже пыльца вот так вот, ну, вот от этих тычинок уже посыпалась. И вот вы их берете, и вот эта пыльца у вас, вам руки пачкает, и потом вы руки эти нюхаете, и они пахнут, и вот все вот это вместе, ну, восторг, аромат восторга. Блондин от Фросай, это просто, ну, восторг, восторг, лилический, лилический восторг. Так, следующий аромат, это целлофановая ночь, нюд до целлофан от Сержа Лютанса. Он у меня был, был, честно пыталась его разнашивать, и так, и так, все мои старания разлетелись в пух и в прах, не мой. К сожалению, увы, ах, не мой, вообще не подходит, ну, никак. Хотя, когда я его пробовала первый раз, мне он очень понравился, ну, бывает так, знаете, понравится, все-таки нужно чуть-чуть вот как бы в нем пожить. Я его подарила, ну, не жалею совершенно, человек носит, радуется и так далее. А целлофановая ночь, Сержа Лютанс, ну, она меня просто душила, она меня душила, 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 не продушила, слава богу. Очень тяжелый, очень иногда индольный аромат. Такой какой-то вот, ну, к сожалению, потому что я думаю, наверняка там очень красивый жасмин, наверняка там какие-то красивые медовые ноты. Ну, вот на мне это все скатывалось в какую-то такую немножко грязноватую тему. И лилия была там, ну, скажем так, ну, не самая лучшая. Увы, и ах, этот аромат оказался для меня вот прям провальным, честно говоря. Есть еще у Сержа Лютанса аромат «Железная дева», если я не ошибаюсь, тоже с лилией. Не могу ничего о нем сказать вот прям так масштабно, ну, насколько это возможно, потому что очень давно с ним знакомилась. Не помню, если вы хорошо знаете этот аромат, напишите в комментариях, как он вам, что. Помню, там такая была холодная лилия. Холодная, отстраненная, как часто бывает у Сержа Лютанса, такая вот эмоция на расстоянии, там интрига вся держится на расстоянии. Вот вы здесь, аромат, там вот что-то такое там было, интересное, безусловно, но вот не помню, не помню совершенно. Так, следующее. Кошарель. Кошарель и аромат «Анаис», «Анаис» в туалетной воде. Это у меня тоже такой маленький винтажный флакончик. Здесь много цветов, много пудры, много талька, я бы даже сказала, много каких-то уходовых тем, да, лирических. И лилия. Лилия здесь именно такая мыльная, именно такая, вот знаете, кусковая, как кусок мыла, который бы благоухал лилией. То есть вот что-то такое гелевое, пенное и мыльное. Вот для меня этот аромат все время, я когда его вдыхаю, это ванная комната, такая, знаете, белоснежная, может быть, чуть-чуть с розовой где-то плиткой. Вся наполненная таким паром от горячей воды, вот горячая вода струится, там ванна, все в пару. И вот, да, могут там стоять букет с лилиями и вот издавать такой тонкий изящный аромат. Очень изящный аромат, мне нравится. Вот он мне нравится до сих пор, не знаю, сейчас бы я купила бы себе большой флакон, стала бы носить. Он чуть-чуть, конечно, ретро, но тем не менее, очень красивый, очень такой вот, кто любит запах уходовой косметики, такой тальковый, очень нательный. Попробуйте, попробуйте. И современная версия, кстати, тоже очень неплохая. Так, следующий аромат, там есть лилия, безусловно, это Fatam Five от Beaufort. Для меня здесь, конечно же, я когда сказала, что когда ты вдыхаешь из флакона, это хризантемы. Это вот прям реально хризантемы, это такая магия, это возвращение куда-то, вот прям, не знаю, весны. Да, воздух наполнен вот этой вот весенней свежестью, прохладой, вот эти вот хризантемы, да, хризантемы, их стебли и так далее. Но лилия здесь тоже чувствуется, особенно когда вы уже поносили аромат часа, там, два с половиной, он очень стойкий. К слову сказать, он очень стойкий на моей коже. Он стойкий, он держится весь день, особенно если я наношу его вот сюда, на затылок. То есть я когда даже потом просыпаюсь на следующий день, ну как-то вот голову от подушки, ну просыпаюсь, встаю и чувствую, вот подушка пахнет и от волос пахнет вот этим вот ароматом. И уже потом он уходит в лилию, он уходит в лилию, но в холодную лилию, в такую зеленую, в звонкую, абсолютно не индольную, абсолютно такую, ну вот прям такую холодющую. Вот если вот ее запечатать, заморозить в ледяную глыбу, вот что-то такое, вот в такую замороженную до хруста красивую белоснежную лилию. Бесподобный, бесподобный аромат Fatum 5 от Bufford, просто экзотика, просто экзотика. Так, ну все. Мой список на этой воздушной замороженной лилии закончился. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы еще любите лилии. Я лилии вообще просто обожаю всей душой, как живые цветы, так и запечатанные в ароматах, в духах. Поэтому всегда с удовольствием пробую, разнюхиваю какие-то другие разные интересные варианты. Ну, на этом все. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok